Дорогие друзья, я приветствую вас на телегнале Гродно+. Этим летним днём. И мы будем сегодня говорить о нашем красивом, замечательном городе Гродно, поскольку у меня в гостях сегодня главный архитектор нашего города, начальник управления градостроительства города Гродно, Гродинского горосполкома Геннадий Борисович Таламанов. Здравствуйте, Геннадий Борисович. Я знаю, что вы, как говорят, с корабля на бал, ну и тем дороже моя встреча с вами, потому что только-только вы вернулись из двух поездок, которые следовали одна за другой. И эти поездки были связаны с тем, что вас, как группа ведущих архитекторов, по заданию администрации президента нашей страны направили сначала в Китайскую Народную Республику, а затем в Великобританию. Вот расскажите, об этих двух поездках, какая цель у них была? Ну, в первую очередь, спасибо, что пригласили на эту встречу. Ну, цель поездки была изначально сформулирована как специально для изучения мирового опыта архитектурного, в первую очередь для определения концепции городостроительного развития строящегося комплекса «Минск.Мир», и в том числе использование опыта зарубежных стран в развитии областных центров городов, областных Белоруссии. Поездки состоялись. Первая была в Китайскую Народную Республику. Это были два города – Женьшень и Пекин. Ну, в Женьшене было три дня, в Пекине – полтора. Ну, даже за такой небольшой промежуток времени удалось очень много посмотреть, было очень много полезных встреч на уровне исполнительных органов, структурных подразделений управления, и в том числе и конкретно строительными группами, фирмами. И даже была очень интересная встреча с корпорацией «Хуауэй», ведущей IT-технологией. Было очень интересно. В Лондон была поездка три дня фактически, но очень насыщенная программа, и встреча на самых высоких уровнях с королевскими ассоциациями архитекторов, дизайнеров, строителей. Встреча с управленническими аппаратами «Сити» центра Лондона, «Челси» в мире Лондона. То есть это свидетельство еще и нашей многовекторной политики государства – Восток и Запад. Вроде бы совсем противоположные вещи, но для архитектора, наверное, полезно было все это. Да, в этом как раз большой интерес. И именно в такой короткий промежуток времени с такими богатыми впечатлениями от одной и другой поездки. И действительно, очень много, конечно, общего в развитии. Но лично для меня, я вынесу, что модель китайского развития, она мне более… Градостроительного развития. Градостроительного развития, да. И не только городостроительного, но и управленческого системы. Она как-то более понятна. А английская? Английская – это вековая уже сложившаяся практика, построенная на собственности. И в первую очередь все решается… Сводится управленческая система, сводится в том, что они регулируют деятельность собственников. Поскольку 10-15% территории, которые остаются как муниципальные, остальная вся территория, которая стоит снословные деньги, это находится в собственности отдельных лиц, корпораций, фирм. Ну а что интересного можно взять из того опыта, который вы почерпнули в двух частях света, так можно сказать, для нашего города Гродно? Для нашего… Я вот все-таки еще… Впечатление, самое основное, то, что было по посещению Китая, неизгладимое впечатление – это динамика развития, которая действительно нам продемонстрирует, мы ее воочию увидели, это на примере города Дженшень, когда, то есть за последние 35 лет, фактически на пустом месте, был построен… Территориально он находится недалеко от Гонконга. И в свое время, когда начиналось развитие данной территории, его была задача как противовес Гонконгу, как некая англооберация экономическая в противовес Гонконгу. И за 35 лет на пустом месте был создан, построен 10,5 миллионный город с уникально развитой инфраструктурой… То есть расстреление как в нашей стране, да? Почти такое? Да, да. В одном городе? В одном городе. За 35 лет. Ну, я не говорю о уровне застройки. Естественно, базовая какая-то была застройка, от которой уже остаются отдельные фрагменты, она сносится, а все новое. То, что мы, допустим, наблюдаем вот фотографии отдельные, изрисовки городов Европы, Америки, даже если взять картинки Чикаго, то же самое Лондон, Сити показывает такую картинку. Значит, вот Сити. Да, осколок среди старого города. А вы представьте, это 10,5 миллионный город, вот как скала такая, которая состоит именно из такого уровня высокоэтажной застройки, современной, то есть... Небоскребы. Впечатления, да, но очень продуманной. Это не просто небоскребы, но очень продуманная система, и с использованием ландшафта, с использованием архитектурной мысли, того, что силуэт города, и за счет того, что определенный силуэт, масштаб даже иногда теряется, и даже ты не понимаешь и не воспринимаешь, что перед тобой, допустим, там вот в этом Женьшине, второе по высоте в Китае город, это здание, оно 530 метров. Высоту? Да. Это сколько этажей? Боюсь соврать. Вот не уточнял, честно. Несколько сотен? Ну, естественно, за сотню, конечно. А вот возвращаясь к вашему вопросу, что можно перенять? Конечно, буквально воспринимать и перенимать вот этот опыт того, что мы сейчас перенесем, даже на примере Минска, значит, некий элемент такой застройки, ну, наверное, это было бы по меньшей мере глупо. Каждое городское образование имеет свою структуру, свою политику развития. И из опыта полезного, это в первую очередь, как построена система градостроительного развития территорий. Вот это уникальный опыт, как и китайский, так и в Великобритании. Конечно, они разнятся в определенной степени. Потому что, допустим, в Великобритании, приводил пример уже в Горосполкоме, что весь геймплан Лондона состоит из 56 страниц. Но Лондон разбит на 32 района, и каждый район разрабатывает свой геймплан, который документ по сравнению с нашим геймпланом города Гродно несколько раз по объему и наполняемости превышает. Почему превышает? Потому что в рамках этих документов, которые, кстати, разрабатываются тоже не за счет муниципальных денег, а за счет собственности частных компаний и всего заинтересованных сторон. Там очень детально прорабатывают вопросы регламентов застройки. То, к чему мы подходим, но на более серьезном и конкретном проработке всех вопросов. И поэтому с точки зрения дальнейшего контроля реализации со стороны государственных структур уже собственно не представляет большой трудности. Ну, вообще у нас особый город, у нас его не застроишь, потому что у нас... Хотя на примере Лондона, надеюсь, покажете отдельные мои фотографии, к сожалению, презентации интересной при встрече в Королевской Ассоциации Архитекторов была. Очень интересная была презентация, но, к сожалению, нам не дали ее. Не хотят, чтобы она распространяла. Ну, не знаю, но фотографии мои есть. Там очень интересный макет Лондона, увязанный с презентацией, то есть там идет презентация развития и перспективы города, увязанная с макетом, который подсвечивается, показывает все зоны развития. Наш город уникален и нашу уникальность нужно максимально использовать. А использовать, то есть, я для себя вывод сделал даже из первой поездки, когда, собственно говоря, вот на примере вот этого огромного достижения Китайской Народной республики, развитие вот этого города. Это как свободная экономическая зона. У нас тоже есть свободные экономические зоны, промышленные. В свое время по городу Гродно были попытки внедрения некого пилотного проекта, как по историческому центру. Поэтому я прихожу к выводу, что нам нужно сейчас все усилия сохранности нашего наследия и общего, не только в принципе это общебелорусское наследие, прорабатывать вопрос, даже если необходимо на уровне правительства, о придании статуса исторического центра некой, может не буквально как свободная экономическая зона, но именно такой зоны, которая создаст экономические предпосылки, возможности благоприятные для привлечения инвестиций, поскольку естественно мы государственными средствами, бюджетными не в состоянии это поддержать, а если будут определенные преференции, которые привлекут инвестиции в город, это даст колоссальный толчок и развития, и привлечения тех же самых потоков туристов, интереса города, развития инфраструктуры, поэтому основной вопрос и сверхзадачу для себя я ставлю максимально проработать последовательность шагов для решения вот этой проблемы, а дальше уже вытекающие вопросы уже частные как допустим решить транспортные проблемы, которые интересно решаются в Китае, там интересно они приняли решение, что вот как ни странно 10,5 миллионов, а по количеству транспорта то есть там получается на тысячу человек 335 машин, это меньше, чем у нас, при том, что невероятные инфраструктуры транспортные развитые, но тем не менее они задаются вопросом уже сейчас решения транспортных проблем и ограничивают просто-напросто покупку гражданами этого города транспортных средств. Вот так просто? Да, вот так просто. Ну пересаживайтесь на велосипед. Вот стереотипы, когда приехали в Чжэнь и потом в Китай, я задал вопрос, вот стереотип восприятия, у меня восприятие, я никогда там не был, но Китай это человек на велосипеде, колонны, потоки людей, особенно в Пекине, ну Чжэнь современный город, я как бы не застрял, а в Пекине я тоже не увидел этих колонн велосипедистов, люди пересели на велосипеды и у них действительно сейчас существует проблема, над которой они работают, как назад пересадить людей на велосипед. То есть автомобили на велосипед? Совершенно верно. В Англии картина несколько другая, там действительно много велосипедистов, но что интересно, там велосипедист участник дорожного движения. Но решая вот эту проблему, там да, создаются определенные терминалы, где человек, который на велосипеде приехал даже там до ближайшей станции метро или до своей работы, значит, в ближайшее окружение зоны, созданные, где человек может принять душ, переодеться и пойти спокойно на работу. В этом центре сити, которое имеет статус, как говорится, одна квадратная миля, и имеет, в общем-то, по примеру, как в Риме Ватикан, определенный свой статус. Они даже выбирают мэра своего на один год в этом сити, практически независимость экономическая. Так, они придерживаются политики, что они вообще максимально вытесняют транспорт из центра. То есть, все за здоровый образ жизни, за велосипед, экологические транспорты? В данном случае не велосипед, у них больше развиваются метро, железные, дорожные, перевозки для пассажиров. Электропоезда. Совершенно верно. Сейчас у них сверхпроект новая Ровелл-трасса, значит, которая будет пересекать с востока на запад весь Лондон. Колоссальные проработки инженерные, ну, можно только себе представить, какие сложности прохождения, потому что часть этой трассы пройдет под землей тоже, инженерной, мы вот встречались с инженерной группой, у них очень четкое разделение труда, вот, ассоциация инженеров, которые занимаются сугубо основаниями, фундаментами, и вот она, как головная фирма, занимается проработкой всех вопросов инженерного обеспечения, прохождения, то есть, такое сплетение коммуникации линии метро и прохождение этой новой линии, ну, то есть, конечно, очень интересно. Но вернемся в Гродно. Да. Вернемся в Гродно. Вы один из тех, кто сегодня двигает вперед программу реконструкции города, исторического центра, и, естественно, новое приспособление, тоже одна из ваших идей для тех зданий, которые украшают наш исторический центр, ну, плюс новый проект, которым живет сегодня весь город, это ожидание начала реконструкционных работ на старом королевском замке, который будет выглядеть на 16 век в стиле ренессанса и станет еще одной жемчужиной нашей страны. Вот по оценке многих и журналистов, и даже экономистов, на привлечение сюда потока туристов может дать еще один бюджет нашему городу. Конечно, я как раз об этом и говорил, что надо использовать различные возможности решения этих задач, и в том числе реконструкция старого, да и нового замка, коложи. Существует действительно проблема недостаточного количества финансовых средств. И поиск инвесторов, и вы мне рассказывали в городсполковье, что накануне отъезда выходили, собирали буквально целые папки туда, с собой забрали, несмотря на то, что ограниченное место для перелета по весу, вы брали с собой презентации, и что, какие-то предложения по инвестициям уже сделаны и в Китае, и в Англии? по крайней мере, с нашей стороны, предложение о участии в инвестициях и приобретении определенных наших объектов недвижимости, которые... Например? Ну, например, гостиница наша... Гродно. Да, Гродно. Ну, это как бы оно и в рамках этого посещения, ну, в том числе, хочу уместно-неуместно и поблагодарить канал Гродно+. За предоставленную презентацию мне очень впечатлило на китайском языке о Гродно. То есть, по крайней мере, на определенных довольно-таки высоких кругах и в Китае, и в Лондоне, ну, я говорю, ассоциации королевских архитекторов там, или дизайнеров, есть наша презентация о городе Гродно. Телеканал Гродно+. Это тоже наша задача помогать, продвигать наш город. Поэтому все по мере своих возможностей, сил и талантов мы работаем на одну идею. Геннадий Борисович, ну, время очень мало у нас, хотя с вами можно говорить очень много и на разные темы, о разных вещах я думаю, что мы будем продолжать здесь встречи, даже какую-то рубрику для главного архитектора сделаем. Вообще, вот, что самое ближайшее сейчас будет интересным для всех границ услышать от главного архитектора города, какие задачи стоят на данном этапе перед городской властью, перед архитектурой, буквально коротко. У нас есть одна основная задача, которая сейчас решается, это утверждение геймплана новой редакции. Ну, она называется корректировка, хотя, если с точки закона определения, то это он как новый геймплан. есть определенные нюансы в прохождении его утверждения, это то, что глава государства определил приоритеты того, что максимально сохранять и оберегать земли пахотные. И историческое наследие. И историческое наследие, само собой, то есть развитие города будет в ближайшие годы, как я понимаю, максимально концентрировано развиваться за счет уплотнения и модернизации существующих территорий с целью рационального использования этих территорий городских. Кстати, это тоже прозвучало и в том же самом Лондоне и в Пекине. То есть ценность земли и территории невероятная и ее нужно максимально рационально и разумно использовать. Ну и ценность нашего города Гродно тоже она уникальна и я думаю, что Геннадий Борисович, будем приглашать вас на телеканал для того, чтобы вы делились и своими впечатлениями и планами и показывали какие-то новые проекты, наработки. Я думаю, что это будет полезная информация для каждого Гродницы. Я согласен, это правильно, даже в рамках того, что это живое и не живое, но по крайней мере прямое вещание, когда из первых уст граждане могут услышать о перспективах и тенденциях и собственно говоря, даже можно определенную тему затронуть правил, которые собственно говоря определены законодательством, чтобы облегчить понимание человека сути проблемных вопросов, которые часто возникают и люди тратят время на это. На поиск ответа. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо, Геннадий Порисович, что после Китая и Англии вы нашли время побывать у нас, рассказать о своих впечатлениях, о первых впечатлениях. Ну и желаем, чтобы тот опыт, который вы наработали, он принес пользу не только вам лично, но и всему нашему городу Гродно. Напомню, сегодня званым гостем у нас был главный архитектор города Гродно Геннадий Борисович Таламанов. Спасибо, что были с нами. А наша передача сегодня завершена. До свидания, друзья. До встречи на телеканале Гродно+. В званом гости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова